Здесь удалось показать, что другой вариант заведения транса, но коллеги знают, что это было. По-моему, на том фестивале... Ты была, да? Ты была. Мы начинали это, но там как-то не пошло. Одному человеку я даже это говорил. Что если не идет один способ, то переходим в группу. Ну, здесь пошли, да? Алексей... Другой. Другой, да. Вот у него как-то... Да, он достаточно долго поработал с тем, кто хотя бы не остался. Вот здесь выходим, все прошло, да. Кто знает? Левитация, по-моему. Левитация, да. Левитация, как частный случай, это левитация, да. Тоже. Если есть левитация, то как минимум, поставлю классификацию. Прямо средней глубины, 3 степени уже можно. И левитация точно так же, мы связываем начало, конец процесса с какими-то гетоническими точками. Это вообще классическая работа. Ужар в видеокомфорт без комфорта. Можно вообще без каких-то осознаваний это делать. Но все равно какая-то гетонитивная составляющая. Я напоминал об этом, что меняется, в конце концов. Основа исход на этом. Ну и, кстати, меняется. Если движение более медленное, мы можем дать еще какие-то команды, какие-то внушения в это время, чтобы там что-то пересмотреть, какие-то ресурсы включать. Но достаточно иногда и такой образной, символической работы. Те, кто проходил МЛП, проходил и пользовался им. На что это похоже? Кто вспомнит? Ну там была такая техника. То есть, идем вспоминаем, как это техника. Это не создание новой части какой-то личности, не договор между частями личности, а вот… Это похоже на договор между частями личности или интеграция частей личности. В принципе, то же самое. Здесь важно именно движение рук, которое мы соединили, образовалось лично третье. Потому что вот этот символ, условный дискомфорт, все те пять переживаний во всех органах чувств, которые были с ним связаны, это какая-то история, это то, что у человека есть в памяти. Мы не можем сказать, что этого не было. Потому что иногда я исключал коллеги, а теперь выкинь это из себя, к черту нам, пошли во вселенную, пусть оно там рассеется. Так оно как… И прям люди напрягаются, ура, это дискомфорт ушел. Потом иногда даже рассказывают, знаете, вот как там урок меня там собрался, потом опять давай впитываться в меня, чекам. Нет, конечно. Нужно видоизменить, оставаться на чем-то другом. На искусстве. Вот поэтому мы ищем КАПО, соединять. Теперь… Ну давай. У тебя просто озвучили волосы терапевты, то есть имитация, кровь, то есть… Конечно, это важно. Это важно. Я, наверное, уже… Наверное, уже многих вещей не осознаю, потому что делать на автомате, но… Когда я тренерал какие-то вещи, я специально обращал внимание на то, каким тоном я говорю, что я и колю и тоном, и в пространстве, обращение в сознательной части, без сознательного ресурса и проблему, да. Конечно, я и колю. У меня голос не обязательно должен быть тихим. У меня была клиентка, Духаевна говорит, Сергей Владимирович, вы не погромче говорите, «Эй, сейчас ты чувствуешь!» Вижу, кивает, услышит. Обычно это не надо так громко. То есть мы это сделали, опять же, классический обзор протяжка в будущее, соединение с ресурсами. Сейчас мы спросим Алексея, буквально пару слов, как сейчас состоит. Сонливая. Сонливая, да. Ну, как там? Вся грудь и в животе. Да. Когда спросил, я обратил внимание, что меньше стало это ощущение. Очень сильно не расшилось. Игорь Негода.